Рабочий день главы города 25 октября начался с подготовки к торжественному открытию бассейна в детском саду номер 39. Сегодня утром я приехал не на работу, а в первую очередь сюда на этот объект, то есть не в администрацию, проверить, проконтролировать, как ведутся работы по окончании всех недоделок. Конечно, мы здесь были в субботу, в субботу были определенные, так скажем, вопросы, которые нужно было устранить за выходные оперативно. Устранили оперативно, все сделали. Единственное, не подошла нам лестница в бассейн, хромированная из нержавейки, которая. Лестницу заказали, через две недели будет другая, то есть этой пользоваться можно, но будет другая, более удобная для детей через две недели. Остальные все замечания устранили, условия здесь, ну как видите, картинка красивая получилась. Я на самом деле доволен результатом работы строителей. Вот и наступил тот долгожданный и радостный момент, которого ждали все. Педагоги, воспитатели, заведующий садик, родители, строители и, конечно, дети. ПЕСНЯ Целых пять лет бассейн. За эти годы здесь все обветшало, коммуникации пришли негодность. И вот год назад по инициативе родителей и при поддержке городской администрации капитальный ремонт бассейна вошел в активную фазу. Стартером всех этих событий стала встреча с жителями в Электрогорской детской школе искусств. В прошлом году, где-то примерно в ноябре, вот у нас как раз находится Елена Алексеевна Черепова, которая задала мне этот вопрос. А что у нас с бассейном 39-го детского сада? И на тот период, когда мы приезжали, знакомились со всеми образовательными учреждениями, мы в том числе зашли в пристройку бассейна. И там вот эта чаша, представляете, она полностью была забита всякими различными строительными материалами. Там были банки с краской, лампочки старые. От старого бассейна тут, пожалуй, остались лишь стены. Все остальное полностью заменили. Как, наверное, все в нашей жизни, в том числе и технологии, связанные с бассейнами, со старыми бассейнами, они идут и развиваются. Хочу сказать, что этот бассейн, который мы сегодня открываем, ну, наверное, я не скажу, что вершина чего-то, но значительно лучше всех тех предыдущих, которые мы вам построили. В бассейне будут проходить занятия по плаванию, общефизической подготовке, игровым видам спорта. Глубина чаши рассчитана на детей разных возрастов. Самые маленькие будут учиться плавать на глубине 30 сантиметров, а для ребят постарше подготовлена глубина в 90 сантиметров. Посещать будут бассейн дети с трех лет. У маленьких детишек будет занятие одно в неделю, а у больших старших детей в 5, 6, 6, 7 лет они будут два раза в неделю плавать. А также мы планируем организовать платные образовательные услуги для неорганизованных детей и тех детей, которые посещают дошкольные другие образовательные учреждения. Вместе с тренером ребята научатся не только держаться на воде, но и уверенно плавать. Это по опыту работы прошлых лет. Бассейн у нас работал с 1994 по 2012 год, и дети, кто посещал постоянно бассейн, они уже в конце свободно плавали. Здесь все продумано до мелочей. Стоят самые современные чистные системы и фильтры, лежат теплые полы и стены украшают красивое панно. И все это для будущего нашего города, для наших с вами детей. Я представляю родителей всего детского сада, я являюсь председателем совета родителей. И мы очень рады этому открытию, этому замечательному объекту. То есть это дает возможность детям развиваться, дает возможность развития в спорте. Они становятся крепче, сильнее. То есть это в будущем наше здоровое поколение, активное, спортивное. То есть мы очень благодарны нашему Денису Олеговичу и администрацию города за такую возможность, за такое открытие бассейна. И вот наступил самый торжественный момент. Красивый, современный, сделанный с любовью, бассейн открыл свои двери для маленьких посетителей. Да, да, да. Она натянута была. Много приятных и благодарственных слов звучало в этот день. Но самое душевное и искреннее спасибо за такой подарок сказали родители. Очень приятно удивлена, что мэр города так отнесся, к своему, сдержал свое слово построить такой бассейн. Я даже не могла об этом мечтать, что мои дети будут в таком бассейне плавать, учиться плаванию. Конечно, еще хотела сказать вам большое спасибо за тот вклад, что вы делаете для детского сада, как заведующая. И сад один, я думаю, из лучших в городе, потому что очень много конкурсов вы занимаете, первые места. И всем, конечно, всей администрации поблагодарить за то, что такое сделали для наших детей, красоту, пользу большую, чтобы наши дети были здоровыми. И спасибо еще большое всем. А строители сделали еще один приятный подарок детскому саду. На праздник положены подарки дарите. Для того, чтобы труды наши были ухожены и легче за ними было впоследствии ухаживать, дарим пылесосу. Спасибо большое. Бассейн уже ждет своих маленьких гостей, а впереди всех жители города ожидают еще немало приятных и важных открытий. Мы находимся на правильном пути, то, что необходимо, с таким же, наверное, успехом, старанием, потому что здесь тоже есть определенные были проблемы. И, конечно, мы немножко сдержали строительство этого объекта, но у нас впереди сейчас находится в активной фазе реконструкция стадиона, открытие городского. У нас капитальный ремонт детской поликлиники. У нас сейчас впереди полно над чем еще работать, куда двигаться, какие объекты заканчивать, открывать. И я думаю, что, просто понимаете, каждому нужен, вот везде нужен именно ручной подход и личное внимание. Это я уже понял, просто вот то, что если хочешь достичь хороших результатов, да, если хочешь действительно получить качество и чтобы люди это оценили. Продолжение следует...